АПЛОДИСМЕНТЫ И слава об украинском герое-казаке Тарасе Бульбане покатилась по всей Европе! АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно, да, гениально! АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю, конечно! Но больше это заслуга, конечно же, Николая Васильевича Гоголя! А ваша задача теперь, как гениального режиссера, все это красиво снять! Ну, с таким сценарием и с таким исполнительным продюсером не грех снять нетленку! Спасибо, спасибо! У меня для вас, кстати, очень хорошие новости! Мы, наконец-то, определились с актером на роль Тараса! Дайте-ка угадаю! Согласитесь, после Багдана Ступки это было непросто! Подождите, подождите, подождите! Бакланд! А, не-не-не-не-не-не! Дзидзю! Дзидзю! Неужели сам решил вернуться в кинематограф? Это пока тайна! Мы ведем переговоры, но как только контракт будет подписан, это будет сенсация! Не знаю. Что нам еще не хватает, чтобы снять лучший исторический украинский фильм? Ну, пока только денег. Поэтому предлагаю все батальные сцены в фильме заменить на документальные кадры хроники. Как? На документальные кадры хроники? Это же вторая половина 17 века. Но ведь батальные сцены, они так важны для сюжета. Понимаю. Но вы тоже поймите. Я в провинциальном театре нашел 200 человек, готовых умереть за еду. Но на пушке и спецэффекты денег нет. Ну, послушайте, послушайте. А давайте снимем батальные сцены с квадрокоптера. Снимать будем ночью. Представляете, слышны звуки батальных сцен, а все как бы в тумане. А потом в графике дорисуем. Денег на графику тоже нет. Нет. А в Госкино? К сожалению. Приоритет отдали свингерам 3. Кому? Свингерам. Господи, слышал бы сейчас Гоголь, на что нынче дают деньги. Вы знаете, сейчас должен приехать генеральный продюсер. Возможно, у него больше информации, и он как-то прольет свет на эту ситуацию. Ну, где? Где моя гениальная съемочная группа? Где эти гении-синематографа? Спасибо. Давайте за дело. Потому что времени мало. Пока вы тут бездельничали, я нашел деньги. Я нашел много денег. Подождите, если это рекламная интеграция, то я сразу против. Нельзя, чтобы Тарас в кадре пил пепси, ел чипсы и делал ставки на исход битвы. Тарас Бульба делает ставки. Это интересно. Запишите, где я записываю. Но сейчас это не главное. Главная новость. Готовы? Да. Нас купил Нетфликс за 10 миллионов долларов. Ха! 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 Пупить! Охренеть! Ох... В смысле, теперь мы можем снять батальные сцены? Да! Конечно! Теперь будут и пушки, и танки, или... Нет, их тогда не было. Будут кони. Много коней. 100. Нет, 200. Нет, закажу 300 коней на все деньги. А давайте снимем настоящее сжигание Тараса! Ха-ха-ха! Ну, в смысле, с каскадером. А, конечно! Можем даже троих сжечь! 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 Ну, вообще-то, там, возможно, будет не сжигание. Э-э-э, там, возможно, будут изменения. Дело в том, что у заказчика есть пара условий. О-о-о! Ну, началось. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Творческая группа их устраивает. Ага. Вы на своих позициях. Меняется только главный актер. Нетфликс хочет, чтобы это был их актер. Понимаете? А я... А я, кстати, как режиссер, не против. Да. Зарубежные актеры, они, во-первых, профессиональные. Да. И они не под запретом. Если поправки в сценарий вносить не нужно, я тоже не против. Ну, вот и отлично. Скажите по секрету, кто будет главным? Жан-Клод? Или, там, Ван Дамм? Роберт или какой-нибудь Ленира? Голубчик мой, это все старая гвардия. Нетфликс интересует последнее веяние в кинематографе. Поэтому... Да что я вам буду рассказывать? Сейчас актер подойдет, и вы сами все увидите. Позовите актера, пожалуйста. Волнительно. Это я. Хеллоу. Хеллоу. Верри глэд, верри гуд. А? Это... Простите, кто? Тарас Бульба. Я прошу прощения, вы шутите? Вы видели, чтобы я шутил? Я, конечно, представлял, что Богдан ступку сложно будет заменить, но настолько... Это не Тарас Бульба. Ух ты. Это Максимка. Сорок лет спустя. Нет, ну он будет играть Тараса Бульбу, а? Какая фактура. Может быть, конечно, там не в курсе. Что? Но Тарас, он был казак, а не рэпер. Как такой Тарас будет приглашать сыновей на сич? Вот вам две таблетки. Съедите красную, попадете на сич. Съедите синюю, забудете все, как страшный сон, да? Съедите синюю. Таблетки, это интересно. Черканитесь тебе где-то. Черкаю, черкаю, да. Да, я думаю, Нетфликс это понравится. Простите, у меня есть вопрос тоже. Скажите, мы снимаем черно-белое кино? Нет, мы снимаем современный фильм в цвете 4К, все как положено. А жанр это черная комедия? Нет. Ужастик? Нет. Порно? Ну что, господи, а что? Может это пародия, типа как американский пирог и Тарас, размахивая своей булавой в труса, извините, в руках, побеждает американских женщин? Нет, 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 мы снимаем историческую драму, именно на это Нетфликс выделил 10 миллионов. Что вы делаете? Тот сценарий, знаете ли, надо переписывать. Я уже тут накидал, да, он немного подгорел, но не умер, вернулся, значит, на сечь, но драться уже не хочет, так сказать, перегорел. Нет, ну о чем вы говорите, мы снимаем, потому как задумал Гугл, этот, или как его, а, Гоголь, извините. Я тут сверия. Историческая драма, в чем проблема? Вообще-то, уже куча примеров в кинематографе удачного колорирования. Хорошо, ну хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, молодой человек, вы хотя бы знаете первые слова Тараса Бульбы? Повороти, скажа, синку, ехите смешно. О, брау-во! Брау-во! Скажите мне, каким интересно должен быть синку, чтобы быть смешнее, чем он? Это потому, что я черный? Это потому, что Тарас белый. Не расстраивайтесь, возможно, мы сможем на гриме как-то подфактурить актера. Да зачем кого-то фактурить? Нетфликс устраивает все именно вот в таком виде. Ну, ребят, ну в чем проблема, я не понимаю. Вон же 17 мгновений весны покрасили, и ничего, отличные сборы. Там покрасили весь фильм, а мы только главного героя. У меня уже начали рождаться первые сцены. А ну? Смотрите, Тарас после тяжелого боя приезжает на разрисованной тачке в ночной клуб. Отрывается там по полной с девочками и с коксом. Тут к нему подходит белый и со словами «Как дела на сичьи, бро?» Плюет в Тарас. Разверенный Тарас встает и со словами «Мать твою, ты че делаешь, снежок?» Ну, начинает стрелять в зомби. Вы так себе это представляете? Супер! Зомби — это супер, запишите обязательно. Я уверен, что Нетфликс это просто порвет. А вот снежок, что за снежок? Это какой-то бред. А Тарас попас, это нормально? Я прошу прощения. У меня несколько технических вопросов. Готов на все ответить. Подскажите, мы снимаем в Украине или где-нибудь в Африке? В смысле? Ну, в смысле, остров Хортица или Мадагаскар? Нет, Хортица, Хортица. Хорошо. Казаки у нас ездят на лошадях или на чем-то более экзотическом? Там слоны, львы, жирафы? Пускай будут кони. Окей, окей. Скажите, пожалуйста, у нас казаки тренируются на мячах или на мячах? Не понял. Ну, в смысле, баскетбол. А, вам нравится баскетбол? Да. Да, давайте баскетбол, пускай будет. Хорошо. Еще вопрос. На казаков нападают поляки или нам, в принципе, любые белые подойдут? Хороший вопрос. Ну, лучше все-таки поляки. Да, конечно, как скажете, как скажете. И последний, важный вопрос. Скажите, сыновья у Тараса белые? Да, да, сыновья белые, и это главный конфликт. Подождите, подождите. Ни китайцы, ни монголы, ни узбеки, просто белые. Да, просто белые, да. Жаль, я, честно говоря, от Нетфликса ожидал больше интриги. Скажите, у казаков не возникнет вопроса, откуда белые дети? Думаю, от одного вида Тараса они так охренеют, что у них до конца фильма не будет вообще вопросов. Но зрителю надо объяснить данный феномен. Да это элементарно объясняется. Ну, смотрите, например, это не родные дети Тараса, он их усыновил. Ну, благородно, я тебя усыновил, я тебя и убью. Ну, вот видите, вы уже начинаете, так сказать, подстраивать сценарий под наши реалии, да? Да вы не понимаете, тут же все надо переписывать. Да прям-таки все. Давайте вот идем прям по сценам. Да. Тарас приезжает на сечь. Так. При виде, так сказать, прожженного казака все ему просто кланяются или встают на одно колено и начинают целовать ботинки. Ну, как сейчас модно. Не-не-не, не надо усугублять, просто, просто кланяются. Хорошо, отлично, идем дальше. Сыновья Тараса учились в академии или в университете дружбы народов? Давайте возьмем что-то нейтральное, медицинский. Медицинский. Или беды. Так и запишем. Тарас. Да. Курит табак или что-то, может быть, покрепче? К сожалению, еще не во всех штатах легализировали, поэтому пускай будет табак. Казаки произносят мазефаков ватсапфаков. Давайте без факов. Без факов, вычеркиваем. В конце Тараса сжигают или все-таки расстреливают на выходе из ночного клуба? Расстрел возле ночного клуба, это, конечно, эпично, да. Но все-таки оставим сжигание. Сжигают, хорошо, тогда еще один вопрос. Поляки вокруг костра обычные или в белых колпаках? Ну, подождите, это вы меня сейчас подкалываете, что ли? Слышишь ты, пухляк, может ты знаешь, где взять 10 миллионов долларов? Я прошу вас, разобрались вроде бы. Я предлагаю снимать. Да, вот это правильно. Мы готовы снять первую сцену. Пойду предупрежу сценарей Тараса, что у них новый папка. Подождите, это еще не все вводные. Дело в том, что фильм будет номинирован на Оскара? Нет. Что? Только не Оскар, я вас умоляю. Вы почему? Я, простите, насколько понимаю, Тарас не только папуаз, но и... Нет. А что вы говорите? С Тараса это хватит. Акцент будем делать на его сыновьях. Я прошу прощения. Да. Оба? Нет, нет, только один, Андрей. Тогда весьма логично, что Тарас убивает именно его. Нет, а убивает он как раз другого, натурала. А натурала-то за что? Ну вы же сценарист, вы должны это и придумать. Простите, простите, а в кого тогда теперь у нас влюбляется Андрей? Тут пока еще решается вопрос. Пока поставьте прочерк, там могут быть различные варианты. Вы когда будете покупать 100 коней, возьмите одного посимпатичнее на всякий случай. А вы зря иронизируете. Это, ну, сейчас обычная практика во всем мире, тем более новые голливудские правила, что в каждой съемочной группе должен быть чернокожий, должен быть инвалид и один гей. Так я не понял, а что вы на меня все смотрите? Евгений, а что вы так переживаете? Один раз, как говорится, не Тарас. Я предупреждаю, я буду сопротивляться. И не знаю, как там по геям, но по инвалидам наша съемочная группа план перевыполнит. Что вы тут такие зашоренные все? Почему такая реакция? Во всем мире это уже принято. Вон, посмотрите, сейчас переснимают Титаник. Там в главных ролях гей-пара. Терминатор сейчас инвалид-колясочник. Его теперь не страшно, а жалко. А Рэмбо это теперь девочка-подросток. Рэмбо-девочка-подросток. Называется так же? Рэмбо-первая кровь? Что за спорище сексистов? Я вообще не понимаю. Давайте лучше вернемся к обсуждению нашей картины. По поводу поляков. Значит, с поляками казаки должны воевать недолго, а побыстрее переключиться на китайцев. На китайцев? Да. Понял. Достанем китайцев, рис, палочки, стойвый соус, все будет. Простите, как это на китайцев? А что? Китай нападет на сечь? Или еще хуже, казаки сойдут с ума и нападут на Китай? Не-не-не-не-не-не-не. Давайте они встретятся где-то на нейтральной территории. Где-то там Бангладеш, Пуэрто-Рико, Монголия. Я не знаю, я не силен в геометрии. Сами придумайте. И китайцы обязательно в конце должны победить. Потому что мы планируем выйти на китайский рынок, а китайцы любят побеждать. И еще, американцы любят хэппи-энды, поэтому в конце все должно быть хорошо. Вы понимаете, что это значит? Понимаем. Мы все сгорим в аду. Нет, это значит, что мы сможем снять сиквел. А это еще 10 миллионов баксов. Гениально. Да? Гениально. Я не буду это писать. Я не буду это снимать. То есть как это? Я уже вагон китайцев заказал. Будете, будете. Все будет нормально. Сейчас, извините, тут от Netflix что-то еще прислали. А, посмотри-ка. Они не утверждают этого актера. Извините. До свидания. Мы вам не позвоним. Аллилуйя! Аллилуйя! Ваш от сердца отвлекло. Вы знаете? О, они прислали актера, которого они утвердили. Пожалуйста, позовите. Я так понимаю, это... Параська-бульба. Пожалуйста, давайте вернем предыдущего актера. Я вас очень прошу. Нетфликс уже утвердили. Все можем снимать. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Параська, пускай будет Параська. Параська-бульба руководит казачьим войском. И войско, по их требованию, должно состоять наполовину из женщин. Да вы с ума сошли! Что? Ну все же знают, что на Запорожскую сеть женщин не пускали. Об этом даже Гоголь писал. Гоголь Нетфликсу не указ. Понимаете? Да, тем более вы можете это обыграть как-то. Можно, ну, допустим, это будут не совсем женщины. Да, это могут быть бывшие мужчины. Но это уже слишком. А за это нам добавят бюджету 2 миллиона долларов. Ну, трансвестит это трансвестит. Вот и прекрасно. Тараса-папуаса. Я еще стерпел. На китайцах два раза в гробу перевернулся. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Вы бы еще безрукого взяли. Скажите, я один с ума сошел? Я тоже это вижу. Это же сам Гугл. Гугл. Если бы я знал, что мои произведения ожидают в будущем, я бы сжег не только мертвые души. Послушайте вы, ремесленники, ну, почему вы постоянно лезете в наши произведения, а? Вам нужно испортить сюжет? Напишите свой, потом портите. А в произведения классиков не лезьте. Они вас всех переживут. Переживут. Ступки покажу. Поржом вместе. Да не волнуйтесь вы так. Запишем мы вашу книгу слово в слово, как оговорено в контракте. Да. Озвучивать будет наш лучший актер озвучки и дубляжа. Да. Хотите, приезжайте, послушайте, конечно. Да, все, до встречи. Пока-пока. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. 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 Наш лучший голос для озвучки. Да, да, да. Ну что, что сегодня будем озвучивать? Детектив, триллер или моя любимая? Пу-пу-пу-пу. Эротика. Клубничка, так сказать. Помните, вот это Александр левой рукой раздел Натали, правой рукой глотнул вина и уснул. Мы сегодня записываем сказку. Сказку. Да. Тысячу лет не озвучивала сказки. Какая прелесть, господи. Народная или поэтика? Слава богу, народная. Народная. Замечательно. Что там, колобок? Золотой петушок? Нет. У нас сегодня нечто особенное. Скандинавская сказка. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Скандинавская. Работа на экспорт. Наверняка оплачивается вдвойне. Само собой. Ага. И все? Да, немного. Тонюсенькое. Так это мы за 20 минут осилим. Ох, хотелось бы. Тут, наверное, еще картинки. Это за 15 вообще легко. Извините секундочку. Я должен обрадовать жену. Алло. Марусечка. Я сегодня буду пораньше. Да, да, да. Может, какую-то киношку вечером вместе посмотрим? Какую? Скандинавскую. И возьми винишку. Я сегодня такой романтично настроен. Ну, все, целую. Так. Ну что, все? Можем приступать. Сейчас, сейчас, секундочку. Надо настроиться. Собраться мне. Все хорошенечко подготовить. Так. Итак. Да. Запись идет. Ма. Скандинавская сказка. Жила-была простая скандинавская семья. И было у них семь сыновей и одна дочка. Ни хрена себе простая скандинавская семья. Восемь детей кормить. Хотя это же Норвегия. Наверное, они уже нефть нашли. Это какой век? Древние века. Продолжайте. Древние века. Замечательно. Скандинавская семья жила в замечательном городе под названием... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Остаприйской фьюйке. Простите, у вас тут какая-то опечатка, мне кажется, заглючил переводчик или при распечатке что-то. Просто как-то, не знаю, бильберда какая-то? Нет, нет, там все правильно. Да где ж правильно? Правильно было вначале, жила-была семья, у семь сыновей одна дочка, а дальше просто какой-то набор-бук. Это исторические названия. Понимаете, автор согласился на перевод книги только при условии полного сохранения всех названий и имен, как в оригинале. А-а-а! Понял! Автор-извращенец? Не исключено. Вот. Слушайте, ну, я не знаю, проще можно было просто сказать бы, там, Херсонская область, Суребинский район, село Подвалой, ну и все, ну как-то... Понимаю, но у нас контракт. Давайте продолжим. Да, хорошо. Отца семейства звали Арнханзабьерн. Бля. Арнханзабьерн, бля. Это что за художественная самодельность? Сергей Николаевич, пожалуйста, сосредоточьтесь. Я сосредоточен. Но вы уверены, что это не ошибка? Уверен. У нас корректор 10 раз вычитывал эту сказку. Правда, потом он загремел в дурку. Я, конечно, сочувствую, понимаете? Но можно было как-то адаптировать, переделать. Там жил отец, мать, пять сыночков, лапочка-дочка. Понимаю. Но у нас контракт, напоминаю. Между прочим, сказка очень популярная. И если вы помните, мы вам платим за это двойной гонорар. Если вам не нравится это, можем позвать кого-то другого. Слушайте, не надо никого звать. Я еще не такую хренчатую. Давайте попробуем. Отца семейства звали Арнханзабьерн. А вот мать величали... Мать. Арканхатла. Капец, чуть горло не выплюнул. Вы знаете, почему же не преувеличиваете? У вас все прекрасно получается, Сергей Николаевич. Черт. Это же у них еще семь сыновей и дочка. Я не понимаю, вы что, в начало вернулись или что? Я только сейчас понял, что меня впереди ждет там. Я погорячился, когда жене сказал, что за 15 минут уложимся. Честно говоря, да. Извините. Что вы ищете? Хочу просто посмотреть, может кто-нибудь сдохнет в ближайшее время. Я не знаю, там вулкан развернется, кит сожрет кого-нибудь. Иначе я же просто тут увязан. Сергей Николаевич, не будем тратить время. Давайте просто записывать сказку. Слушай, конечно, давайте. Это больше не на запись похоже. Она дикторское изнасилование какое-то просто. Я не знаю. Хорошо, давайте. Старшего сына звали Гандер... Ган... Гандерштопан. Ну, это еще более-менее, не знаю. Тут Архангзабьерн, бля, не сильно меня поставили со своей Архангхаттлой. Пожалуйста, не тратьте силы на то, что мы уже записали. Да-да-да, сори-сори-сори-сори. А старшего сына звали Гандерштопан. Недавно он отпраздновал свое 18-летие. Капец, это ж надо с таким именем 18 лет прожить ухитрился. Там у них что, во дворе вообще, что ли, детей не было? И никто его не задразнивал, что ли? Читайте дальше. Хорошо. Недавно отпраздновал 18-летие и собирался жениться на дочери викинга по имени... ХЛЕЙДРАРГАРДА Дочери известной династии... ФУЯЙКОНДРАГАМНН Но в браке они договорились носить общую фамилию Фроляк. Сергей Николаевич, пожалуйста, не добавляйте ничего от себя, иначе мы никогда не закончим. Мы никогда и так это не закончим. У меня такое ощущение, что и в ад попал. Это мое проклятие. Ладно, давайте дальше. Второго сына... Капец, это только еще второй сын. Второго сына звали Гат... Гат... Гатс... Гатскаульк. Ему было 14. Что вы опять ищете, Сергей Николаевич? Просто думаю, может, там у них дальше какие-то клички есть. А то если мы будем всех по именам перечитать, мы же так за месяц не справимся. Сергей Николаевич, это скандинавские имена. Они, к сожалению, все такие. А вы уверены, что если я назову все это сразу, мы не вызовем какого-нибудь демона? Уверен. Читайте дальше. Хорошо. Ему нравилась дочь местного ярла... Эсска... 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 Сразаэлька. Что вы опять все время ищете? Сергей Николаевич, может, вы сначала почитать хотите сказку, а потом будем записывать? Знаете, если бы это была последняя книга на Земле, я бы за нее все равно никогда не взялся. Понимаете, если там у каждой твари будет по паре, это же нужно все время на два умножать. Давайте, поэтому не будем тратить это драгоценное время и будем записывать, да? Так, хорошо. Давайте. Третий сын... Нет, мне нужен перерыв. Пожалуйста. Извините. Марусика, я приду сегодня попозже, да. Во сколько? В июне. Почему? Потому что Гацкаульку нравилась Эска-Сразаэлька. Нет, я трезвый. И в своем уме. Долго объяснять. Все из... Арнханзанбьерн, бля, с Арканхатлой. Алло. Конечно, бросил трубку. Давайте продолжим. Итак, третий сын Сергей. Сергей Николаевич, я слежу за текстом. Тут так написано, третий сын Сергей. Читайте внимательнее. Третий сын... Сергей Николаевич был очень умным и справедливым. Поэтому на нем лежало воспитание остальных младших братьев, которых звали... Хзнтрапа... Эглх... Эглхсаммер... Взншрайном... И маленький... Рэгн... Рэгн... Бэдэж... Джоргназ... Маленький самый скотина. Сволочек. Как они вообще жили с такими именами? Там, небось, мать пока всех на завтрак позовет, уже ужин заканчивался. Сергей Николаевич, у вас все прекрасно получается. Продолжим. А вы уверены, что это детская сказка? Абсолютно. Там написано, для детей от пяти лет. Охренеть, я в пять лет колобка по слогам читал. Теперь я понимаю, почему она такая тоненькая. Дети пока фразу... Херодостадр, сукряс, топриск и фьюльки прочитают, уже школу заканчивать пора будет. Если вы будете отвлекаться, мы так точно никогда не закончим. Да, 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 простите, я собрался. Собрался. Ма. Но больше всего родители любили маленькую дочь по имени... Кюль. Кюль? Не понял. После всего этого хрен знает что, бля, просто кюль. Да, кюль. Что, у Арханза Бьерна, бля, алгоритм случайных букс поломался? Нет, это простое скандинавское женское имя. Кюль. Понятно, почему она у отца самая любимая. А у меня тоже будет любимым персонажем. Давайте дальше. Но больше всего родители любили младшую дочь Кюль. Так ее называл папа. А мать... ...называла ее ласково. Кюль... ...хрантпа. Ты сдохлый Арханхаттл. Сергей Николаевич, ну успокойтесь, я вас прошу. Может вам водички налить? Коньяк есть? Да какой коньяк? Вы с ума сошли. Вам алкоголь нельзя, у вас язык заплетаться начнет. Заплетаться? Он у меня уже узлом завязан. У меня уже мозоли на нем, в конце концов. Скажите, а там у них в Норвегии в паспортных столах за работу герои Норвегии дают сразу? Какие паспортные столы в древних веках? Скажите, пожалуйста. Сергей Николаевич, эта сказка переведена уже на 100 языков мира. Это не сказка. Это оружие массового поражения. И у нее уже 100 жертв. Не считая тех, кто эту муть вообще читать будет. Я больше не могу. Пожалуйста, соберитесь. Дальше легче, честно. Что там дальше может быть? Легче, что взорвался вулкан и накрыл эту гребаную семейку? А вот и нет. Читайте и узнаете. Послушайте, давайте позвоним автору, попросим его все-таки имена как-то изменить. Поверьте, мы пробовали, раз десять звонили, умоляли. Он ни в какую, либо так, либо вообще никак. Интересно, как его зовут, этого ублюдка? Извращается. Какой-нибудь, небось, архангельщикан? Нет. А как? Жак. Как? Жак. Как Жак? Так, Жак. Фак! Как это, после всего этого безобразия в этой гребаной семейке, после всех этих именов, а его просто Жак? Он что, издевается над нами? Нет, этот человек первый занялся адаптацией сказки. Перевел ее с древнего скандинавского эпоса. Пусть эпоса выкусит твой Жак! Хватит ругаться. Вам разве неинтересно, что было дальше? Мне дети начнут выбрасываться из окон, когда только имена родителей прочитают. Ладно, извините, пожалуйста. Не накручивайте, давайте просто читайте. Скажите, пожалуйста, они там только по именам общаются? Или еще и отчество нужно будет называть? Потому что вот на вот этот Кюльдехтрант по Арханзабьерн Бляевна, у меня на это даже дыхания не хватает. Только по именам. Хорошо, слава Тору, Господи, слава Тору. А можно просьбу? Какую? Можно под окнами, пусть постоянно дежурит скорая помощь. Если у меня вдруг вывихнется челюсть от этого перевода, или станет плохо, они меня спасут хотя бы. Теряем время. И вот в один прекрасный день упал метеорит и прямо на их хижину, а на Арханзабьерн, бля, два раза. Сергей Николаевич, ну пожалуйста. Хорошо. И вот в один прекрасный день отцу предложили хорошую работу в другом городе. И семья решила переехать из города Херодастадр в город Упля... Уплядайндр. Фу... Ну почему они просто в Осло не переехали, а? Ну сидели бы в этом своем гребаном Херодастадске. Ну что куда-то переться? Сергей Николаевич. Да. И собрал отец Арханзабьерн, бля, все вещи в один большой сундук. Но поднять его не смог. Тогда он позвал старшего сына Гондарштопана. Но и вдвоем не смогли они его поднять. Нет. Только не репка. Сергей Николаевич, это скандинавская сказка. Там репа не растет. Это идиотская сказка! И позвал сын Гондарштопан, брата Гацкаулька. И все, я домой. Подождите, Сергей Николаевич, ну что вы, куда вы? Ну вам разве не интересно, что было дальше? А что и так неясно? Соберется вся эта семейка, понимаешь? Не смогут поднять этот сундук. Придет маленькая кюль одним пальчиком. И все, они все подняли. А вот и нет. Что еще? Что старшие братья своих баб звать начнут, чтобы я вообще здесь сдох от имен? Читайте и все узнаете. Все, что может быть, я не знаю. Вот. Но не успел Гацкаульк подойти, как небо потемнело и... Все-таки вулкан! Все-таки эта семейка рухнет, сдохнет вся! Нет, не вулкан, Сергей Николаевич. Читайте, просто читайте. На город Херодас-Тадр опускался огромный дракон по имени... Джонни! Джонни! Дракончик, любимый мой, давай! Сожги эту шоблу, эту гребаную семейку огнем! Давай, крупнокалиберный пулемет! Сергей Николаевич, это сказка, а не спортивный матч. Пожалуйста, не надо болеть за дракона! Да, да, простите, пожалуйста. Дракон резко опустился на землю и схватил маленькую кюль. Братан, ну что ты, не того ты хватаешь! И тебе взамен дам пять ублюдков с непонятными именами! Зачем тебе кюль? Хватит поясничать! Да, простите! И понес дракон маленькую кюль к своему логову возле вулкана под названием... Под названием... Эй-эй-эй-эй-эй-э-ф-я! Эй-э-э-ф-я-д-п-я-д-а-й-э-эй-э-кю-д-и! Эй, Джон-Джон! Как же ты мог найти место с таким названием? Ты же был у меня любимчиком, Джоннишка! Давайте дальше. Долго горевало семейство, но сказал отец, надо выручать кюль. Не надо, папаша. Девочке будет хорошо с драконом, имя которого она хотя бы запомнит. Сергей Николаевич. И пошли они к вулкану, напевая древнюю скандинавскую песню. Песню? Нет. Сергей Николаевич, но вы же не бросите все на полпути, пожалуйста. Я без коньяка это не спою. Там совсем чуть-чуть осталось, вы споете, самая малость. Послушайте, мне нужен перерыв. Алло, алло, Марушечка, алло, Марушечка. Ничего не спрашивай, просто купи мне самое сильное и успокоительное. Да, да, да. И к психиатру меня запиши, пожалуйста. На когда? Сколько там куплетов? Семь. На Новый год. Ага. Нет, я не сошел с ума. Я трезвый, я уже говорил. Все, пока. Давайте оригинал включим. Они все равно не поймут. Мы не сможем этого сделать, правда. А давайте я им захринячу Боргенштерна. По смыслу очень близкие песни, поверьте мне. Сергей Николаевич, давайте я вам помогу. Давайте я буду напевать мелодию, а вы слова. Я? Да, там просто будет. Я основную работу возьму на себя. Да? Давайте. И. 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 Как продвигаться запись книга? Прекрасно, уже добрались до песни. Это кто? Это, кстати, автор сказки. Он еще жив после 100 стран перевода. Как видите. Я прогуляться по городу Киев. Очень красивый город. А я познакомиться с красивыми местными девочками. Очень необычные имена. Да вы что? А вот. Светла. Светлана. 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 Зоря. Зоряна. Зоряна. Самое. Самое. Сложное. Оля. Оля. Так он скоро по-нашему заговорит. Очень приятно. Знакомьтесь. Да. Сергей Николаевич, голос вашей аудиокниги. Сергей Николаевич. Серг Жопника Сракович. Сергей Николаевич. Срако Грей Киношляпорил. Просто Сергей можно. Ага. Сверхгей. Сейчас за Сверхгея ответим. Сергей Николаевич. Сережа. Срако Грей Киношляпорил. Сейчас ты ответишь. Слушай, что вы делаете? Сергей Николаевич. Держите себя в руках, пожалуйста. Он еще не расслабился до конца. Николай Скина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алё. Алё. Алё, алё, алё. Я же сказал вам, билетов нет. У нас все распродано на три года вперед. Аншлаги. Что? С Министерства культуры? Да хоть с прачечной, хоть с президентского аппарата. Билетов нет? До свидания. здравствуйте я по поводу ваших спектаклей до свидания сразу билетов нет все на три года продано я из комиссии по культуре а хоть из прачечной мы закрываем ваш театр доходят вот так вот постановление давай в своем своем красивом костюме так зашли не узнал вас как мы же мы же люди же только в театр пошли может только подняли его с колен да вы его на колени поставили ваших спектаклях актеры голые но мы же идем в европу в европе уже такими спектаклями никого не удивить а у нас это в новинку понимать если вы знали какой у нас режиссер я вас сейчас познакомлю олечка вызовите пожалуйста евгений михайлович только пусть оденется пожалуйста да вы не представляете он буквально сна поднял наш театр понимать подождите что у этого всего у вас есть режиссер конечно это же порнография порнография вы видели новое здание театра на подоле полна с искусства здесь нужно смотреть вживую вызывали господи это кто вас же просили одеться я оделся вот евгений михайлович нас закрывают комиссия как о боже чем мы так нагрешили хватит вы знаете наши спектакли мега популярны мега они в первую очередь мега аморальны аморально это рисовать на афишах бэтмена чтобы привлечь зрителя на перет у летучая мышь да у нас искусство голый театр конечно а какая экономия на костюмах вы знаете сколько раньше стоило платье королевы состояние а сейчас достаточно одной подвязки подвески подвески нет именно подвески у нас после королево в возрасте мы тити подвязываем вы что издеваетесь какие тити королевские конечно королево уже не комильфо как говорится вы что по городе помидоры не подвязывали ни разу да при чем тут помидоры у вас гамлет на сцену выходит голый гол не сразу сначала он прикрывается головой извините что прямо головой не своей черепом бедный йорик а вы разбираетесь я смотрю гамлете и что голый гамлет у вас говорит быть или не быть нет ну конечно там больше напрашивается в дуть или не в дуть но я с некоторых пор с режиссером не спорю хватит что у вас за репертуар что у вас на этой неделе спектакль из трех букв и последняя буква смело и я так понимаю там тоже все актеры голые ну разумеется наша фишка и голый и говорит подымите мне веки в нашей интерпретации слова веки мы убрали и говорит просто поднимите мне это кульминация самое любимое место вы видите аншлаги постоянно у нас этот спектакль школы просят не вздумайте на прошлой неделе у вас были три сестры так чехова нет по паспорту они бронюк очень хороший актрис я лично отбирал гене михалыч воспитывал рекомендую хватит они у вас я так понимаю тоже голые представьте себе а чё представлять я сейчас познакомлю вас с ними полечка вызовите мне трех сестер только пусть не одеваются извините просто это вряд ли получится девочки на гастроле очень плотный график гастроли у девочек значит сауна милиция прокуратура кстати на следующей неделе они у вас министерстве рекомендую рыженьку берите это какой-то кошмар нет это наш бренд так сказать бюджета образующий спектакль добрый добрый день я прошу прощения евгений михалыч скажите пожалуйста а можно уже раздеваться на кайдашеву семью милочка моя на кайдашевскую а извините я вам покажу раздеваетесь раздевает вы что издеваетесь это же украинская классика а не на классика во всех странах одинаковая вам бы лучше сходить на мою постановку евгения онегина вы что осмелились тронуть самого пушкина не я на спектакле был пушкина там не трогают трогают в основном онегина да как вы не понимаете это душевная драма мужчины дерутся за честь за честь ольги и на дуэли онегин одолевает ленского но все правильно мы просто немножко продолжили потом ленский одолевает онегина не затем они вдвоем одолевают ольгу так сказать типичная трех актная классика ну правда потом еще ольга одолевается татьяну но это уже и импровизация за кулисами а потом у нас перекур антракт мнение у нас перекур актера надо перекурить да и зрителям после такого клача лучше перекурить конечно это кошмар это ужас мне сказали у вас в трех мушкетерах играет стриптизер стриптизер вы же сами проводили к ах точно я сам приводил конечно это же мужские сцены баталии со шпагами а шпага у него ля-ля моя по сравнению с ним перочинный ножик просто а когда д'артаньян говорит знаменитую фразу скрестим шпаги господа в зале трехминутная овация а когда они все-таки скрещиваю задние ряды предстают чтобы увидеть один раз неудачно скрестили пришлось вызывать мчс чтобы да вам психиатра впору вызывать слава богу вы не трогаете детские произведения но это пока мы уже работаем над маленьким принцем да вы с ума сошли ну что вы сразу спросите хотя бы в чем там фишка кстати в чем там фишка я вас познакомлю с главным героем там разберемся да олечка вызовите евгения валерьевича только пусть оденется а пинокки у нас установка так не вздумайте я запрещаю почему же там очень интересно все самая главная фишка пинокки у в том что главного героя играет стриптизера с мушкетером и когда он врет у него растет хватит на лбу а красная шапочка помните этот момент когда волк говорит и шапочка шапочка дёрни за веревочку вы знаете я сам всегда мечтаю быть на местье волк но с некоторых пор с режиссером я не спорю вызывали господи то что что это как что маленький принц то есть вот эти 130 кг это и есть ваш маленький принц а вы хотите принца увидеть тогда зачем сказали чтобы я оделся это не надо уберите его вы что не понимаете это это грязно это пошло люди не готовы к этому люди как и я выросли на других идеалах на более чистом невинном восприятии классических произведений что ж вы боже какая экспрессия какая подача слушать а давайте к нам в труп а режиссеру понравились у нас сейчас некому раскольников играть который эту старуху убил ну это в оригинале убил у нас современ спектакль никто никого не убивает и кто же мне интересно играет бабушку в основном в этом театре бабушек играю я ну что идете да что же вы 2000 долларов за спектакль да что же вы раньше не сказали 2000 господа за 2000 я если честно готов одолеть и ленского и и онегина и даже в маленького принца а на ленского он замахнулся начнете карьеру с бабушки и и и с режиссером я вам спорить не советую а сейчас поклон берем какой кошмар здесь точно живет детская поэтесса как в таком притоне можно писать детские стихи судя по всему весело виктория сергей на виталийся гражданка кукушкина к вам гости ау какие же гости по утра спать не дают вообще-то уже три часа дня это для вас а для меня 15 утра я работала всю ночь пальцы в кровь а не это портфель вы знаете вы так здорово работали что на вас соседи кучу жалоб написали работаете прям не покладая рук да ну так вчера была пятница а пятница развратница опять не угадали вчера был вторник боже как быстро летит время это ж получается скоро снова пятница господа господа пожалуйста давайте не сегодня у меня так раскалывается голова я так метеозависима а по-моему вы алкозависимы вы тут стихи пишите или бухаете каждый вечер одно другому помогает вот послушайте из последнего водка льется хоть и в рот по печенке водка бьет но она нас не погубит если бьет значит любит а что мне нравится жизненно господа а не хотите ли по бокальчику спирта с удовольствием какого спирта мы при исполнении не ну если вы хотите я могу развести не надо нас тут разводить вы знаете что поэтесса тем более детская должна искать свое вдохновение не нарушая закона поэтому собирайте ваши вещи и на выход ах так хорошо что вы делаете ментяра злой под властью чуждых убеждений щеночка бедного под дождь голодного без денег тварь кто божья щеночек этот ну правда прям в точку про тебя так так знаете что в отделении будете писать ваши стишки и знаете они ни то ни сё что вы что наделали вы вы ворвались в мой хлам в смысле в мой храм и творите здесь черт знает что а я вам докажу что я лучшая детская поэтесса где мои лучшие произведения что вы где вы вы куда вступили мартышка и мартини а это не то о горилла и декилла это продолжение 3 3 3 3 грузина одна я это личная соло в лифте это из вчерашнего а наша о не не господа тут наверное нужен пробел а наша прущая а не значит без пробела боже боже детские мечты я водой их поливаю на ночь пледом укрываю поскоряю вырастите мои маленькие тити ммм кукушкина это точно детское стихотворение у вас там что кукушка поехала что ли а кукушкина это мой псевдоним просто никто не захочет покупать стихи Виктории какашкиной зато заявление на эту гражданку пишут с удовольствием полюбуйтесь вчера из пятьдесят шестой квартиры доносились стоны и крики до пяти часов утра как вы это объясните ну что вы что вы что вы это я писала стихотворение малыш и тетя что вернувшись с баром я нашла в своем подъезде малыша ну как малыш лет сорок пять да ну мне ли сейчас перебирать так стержант одевайте на нее наручники нет нет пожалуй нет что вы господа какие наручники я не готова мне нужно принять ванну нет 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 мы не дадим вам сбежать через окно как в прошлый раз а я могу проследить не надо тогда я хочу знать причину моего задержания вам мало причин пожалуйста вот еще одна причина из квартиры пятьдесят шесть постоянно доносятся запахи марихуаны звездежек левета а скажите а зачем у вас тогда вот ведро с бутылкой стоит вот это что такое ой какая разница главное что после этого ведра получилось смотрите букашка в травушку залезла наверное думала в траве исчезнуть а я ее нечаянно убила когда ту травушку нечаянно скурила кукушкина вы точно детская поэтесса а конечно молодой человек садитесь еще чего садитесь садитесь давайте не стесняйтесь стихотворение ломбард убежала одеяло улетела простыня зато есть теперь сто гривен на бутылку у меня а а вот это вы как объясните гражданка кукушкина что это такое это рифма а я просто не могла придумать рифму к слову селедка вот пришлось купить плетку и потом рифма создалась вы знаете у вас вот я отсюда прям вижу за диваном рифму к слову антон ой так это это просто память об артуре вы поймите я творческая личность я вообще не знаю кто и что вызовет во мне желание творить интересно какое же желание творить у вас вызвал бомж какой еще бомж вы про дядю Толю я не знаю дядя Толя он или дядя Коля но на него тоже заявление вы притащили в дом бомжа молодой человек я в каждом в каждом вижу личность дядя Толя дядя Толя он душою очень болен не умыт он и не брит но зато у дяди Толи днем и ночью флаг дай ну что какой еще флаг ну как это национальный он патриот не правда правда он с утра этот флаг поднимает а вечером спускает знаете над дядю Толю вашего у нас тоже заявление имеется вот пожалуйста точнее на его послание в лифте ну что он не мог он добрый светлый человечек он не мог нет тогда объясните откуда в светлом человечке вот столько так это не он то есть как не он это Игорь Альбертович видите такие характерные загухолинки он скульптор понимаете он делает инсталляции из глины точно из глины просто у него сейчас деньги закончились на глину а самовыражаться как-то хочется так забирайте вещи поехали в отделение мне нельзя в отделение я не смогу писать мне нужна особая аура а в этой квартире она и есть это не я что сделаю какая аура да соседи уже про эту ауру говорят так что она неделю выветриться не может да а еще на вас соседи снизу жалуются вы их затопили так это не я это Майдадыр Майдадыр это вымышленный персонаж мы же не тупые вы так считаете а давайте пройдем к ведерцу с этой бутылочкой и вы узнаете что он существует давайте вы лучше с нами пройдемте в отделение и там посидите вы что не видите что вы разговариваете с великим человеком я же я же как ван гох я себе чуть ухо не отрезала когда подмышку брила вот смотрите нет 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 и ну поймите на вас куча жалоб вон соседи написали что у вас палача образ дается звук горбошки играет тут да это крокодил гена какой крокодил гена вы что из ведра курили что ли да при чем здесь курила я серьезно говорю это геннадий вадимович да он не красавец но зато как он своими губами играет на моей гармошке на какой гармошке кукушкина ну как это на какой на губной на какой еще вот я никакая а он пожила так сержант задерживайте ее нет нет пожалуйста не надо я вас прошу я вам заплачу заплачу я вам много денег что вы нас тут разводите денег то у вас нету вы даже с доставщиками пиццы не можете расплатиться они вон нажаловались на вас ябеды хорябеды ой видите какая рифма а давайте я вам вот я вам отдам свои стихи держите забирайте все стихи забирайте они будут стоить миллионы так какие миллионы это макулатура вы что какая вы только послушайте уронили мишку на пол оторвали мишке лапу мишку надо нам унизить будь знать как шишки пить стоп где детей вот честно я смотрю на вас и прям не понимаю вот что у вас в голове а прямо сейчас у меня мысли на тебе красавчик пойдем что смысл это что смысл смысл просто надо переспать что непонятного , хватит отойдите от него я сейчас при исполнении что вы делаете ооо ты тоже исполняешь и я люблю исполнять отойдите я сейчас дубинку применю мы справимся сами без игрушек ах так сержант бежим ее подождите не трогайте меня ааааа погиб поэт Он смешивать любил Коньяк, шампанское, абсцент Настойки из разных крепких вин Мартини, джин, ликер и ром Самбуку, водку, граппу, самогон Саке, бальзам, наливки и пивас Кефир любил, изобродивший квас Он истину в напитках тех искал А говорили люди, что бухал Слушай, ну, жалко ее И все равно жалко Может, пристрелим, чтоб не мучилась Ты с ума сошел? Если пристрелить, ее же читать начнут Давай лучше на дурку закроем Вызывай санитаров Вызывайте, вызывайте Своих белых страстных мачо Я желаю вам удачи Но я пока что спрячусь Где-нибудь на даче Так, Кукушкина А ну стоять Стоять, Кукушкина Да-да Аранжировочку сделал, да Отправил на мастеринг, да Просто там немножко чистотки Подправить, да Будет отличный сингл Да-да-да Обращайтесь Здорово, топер Здравствуйте Вы по записи? Нет, блин, замороженным Ну если мы в студию звукозаписи Понятно, что мы по записи Давай, сдави старшего Что, простите? Ты шо, глухой, как Паганини? Глухой был Бетховен Значит, во-первых Бетховен это собака из кино А во-вторых Будешь мне дерзить Я тебе пасть порву, понял? Зови старшего, давай Кто вам нужен? Мне нужен Сейчас тебе скажу, кто мне нужен Евгений Битмейкер Аранжировщик Саунд-продюсер Это я Ты? Такой коротышка С такой длинной фамилией Ладно Ну, окей Смотри, шо нужно сделать? Извините, пожалуйста У меня через 10 минут запись Поэтому Значит, запись у тебя уже прямо сейчас Понял, да? Значит, нам с Лёлей А, кстати, это Лёля Лёля Не перепутай Лёля Та, шо держит Ту, шо держит Это Ля-ля А я смотрю, вы Не заморачивались А я вообще по жизни Не заморачиваюсь Понял, да? Короче, смотри Нам надо Сегодня записать песню Извините, пожалуйста Сегодня Не получится У меня свой график Понял тебя Штукарь Раздвинет твой Потный график А? Поймите Не всё в этом мире Решает деньги А, я теперь понял Чё у тебя такая Длинная еврейская фамилия Значит, смотри Надо записать песню Извините, пожалуйста Вы, наверное, не понимаете Процесс создания песни От наброска до мастеринга Значит, занимает, ну, минимум месяц Значит, смотри Если ты сейчас не согластишься Через месяц Тебя только найдут А потом Ещё дня два-три Опознание будет Ладно, ладно, ладно Ладно Что вы Хотите записать? Нам нужен Хитяра Чтоб так Народ врубил И сразу Галалэй 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 Я понял, да? Скажите, референс у вас есть? Не, уже вылечили Уровень Уже нормально Ну, может быть Дэмочка Да ну Посмотри на неё Какая же она уже Дэмочка Давно уже, нет Хорошо, если у вас нет референсов Дэмочки Вы Объясните, что вы хотите записать Я же тебе всё уже объяснил Нам нужен Хитяра Чтоб такой Кольщик Наколи мне купола Ну, только весёлая и танцевальная Текст есть у вас? А у тебя что, нету? Нет, я композитор Я музыку пишу Подожди А что, текст пишет другой крендель? Да Охренеть Как у них всё сложно В этом шоу-бизнесе Я так понимаю У вас один нормальный Только Потап Вообще над текстами Не заморачиваются Послушайте Может быть мы перенесём на завтра Я подготовлюсь Не-не-не На завтра не вариант Завтра у нас уже съёмки клипа Там уже Бадоев заряжен Бабки перечислены Кто? Бадоев? Ты шо, не знаешь Кто такой Бадоев? Лёля Мы шо, какому-то неизвестному лоху Сто кусков перечислили? Нет-нет-нет Я знаю, кто такой Бадоев Но я просто сомневаюсь Что он Согласится Снимать клип Для Лёли А ты не сомневайся Бабки любят все Тем более, Лёля Она ж не с улицы пришла Она ж раньше в Виагре была В Виагре? В каком составе? В запасном Она не пела Она только рот открывала И в сауны выезжала Мы, кстати, там с ней и познакомились У неё фонограмма вырубилась Она стояла Хорошо А как вы собираетесь Снимать клип без текста? А я шо знаю Я к Бадоеву Лёлю подвёл Он посмотрел на неё Сказал Мне всё понятно Текст не принципиален Мне тем более, понимаешь? Послушайте Может быть я позвоню Бадоеву И мы перенесём Стрёмки клипа Не-не-не Ну Бадоева перенести То не проблема Он всё равно на месяц заказан А вот Элтона Джона Не перенесёшь У него только завтра получается Лёля будет петь с Элтоном Джоном? За такие бабки Это Элтон Джон будет петь с Лёлей Ну хорошо В каком стиле будем записываться? В том стиле? Да Ну такое что-то среднее Между Шуфутинским и Поляковой Да? Что-то среднее Между Шуфутинским и Поляковой Это что? Дидзю? Лёля с бородой? Не, по-моему это перебор уже Ну хорошо Мне нужно понимать Сколько октав берёт Лёля? Слушай Сколько? У кого? Зачем? Почему берёт Лёля? Это вообще не твои вопросы Ну я же же Извините Я должен разобраться Ну Владеет ли она вибрато? Ну владеет Ну я часто в командировках Ах и шо? Короче А что у тебя за вопросы такие? Ты давай про музыку что-то спрашивай Ё-моё Ну хорошо Расскажите мне Она поёт грудью или животом? Лёля Иди сюда Посмотри На её грудь И на её живот Как ты думаешь Чем она поёт? Ротом конечно Но ты даёшь Вообще Хорошо Хорошо Давайте поработаем Что вы делаете? Отбой, Лёля Лёля, Лёля, Лёля Отбой Поработаем Это у нас кодовое слово Поэтому вот Придумай себе Что-то какое-то другое Там Попоём Понял, да? Ага Хорошо Давайте Попоём Вы что, дверь не закрыли там? Не, это из Лёли сквозь А, я понял Лёлечка Лёлечка Захлопнем дверьку Вам распеться надо Повторяйте Да-ди-ди-до-ду На-ни-ни-но-ну Мамы-ми-мо-му О, так вот и текст Для песни готовый Вообще хитяра Да-ди-ди-до-ду На-ни-ни-но-ну Ла-ли-ли-ла-лу Извините Это не текст Это распевка Лёлечка Повторяйте за мной В музыке Это называется Имитация Давай, имитируй Чё Это она умеет Хватит Я понял Я всё понял Нужно начинать С тазов Начнём с до Прикольно Песня начинаться будет С бздо Типа Лай-лу-лай-лу-лай-лу-ла Дормально Лёвечка Повторяйте за мной До Ре Ми Фа Соль Слышу, слышу, братан Вот ещё штукарь Извините, пожалуйста Чё? А может вы Сначала С караоке Попробуйте Не-не Караоке Не вариант Она же читает Хуже, чем поёт А пока первую строчку Допевает Херакс припев А что, она пела? Шо ты там плакала Мать твоя плакала Короче, в караоке рыдали все Я верю Слушайте А может мы Собачку запишем? Не, собачка Она клип не наработала Она мне в тапке надзёрила Вчера Так что О, слушай А у меня идея Ага, ага А вот шо если Та захлопни ворота А шо если А шо если Вот этот Текст, который ты придумал Вот это Доре Ми Фасоль Да? Ага На украинский перевести Что? Ну типа Доре Ми Фасиль И запустить на радио Чтоб так ворваться В шоу-бизнес Чтоб везде Ага Поверьте Окей, как она Уже везде Слушайте Ну, может быть Вы начнёте С простых проектов Вот Отличный проект Для старта Каравки на Майдане Юля, Юля, Юля Спокойно, спокойно Всё хорошо Всё хорошо Ты это Не упоминай про это Она там участвовала И когда пела Люди начали кидаться Там помидорами Яйцами Этот придурок Который телевизор выиграл Плазмой за него Пустил У него до сих пор Вон шрам От HDMI А не Это Дециметровая антенна Вот здесь вот Во-во От HDMI Ага Вы знаете Вы конечно меня Извините Но я бы сделал Всё, что Всё, что мог бы Сделал Но у Лёли просто Нет слуха Как нету? Угу Лёля А! Да слышит она Ну я имею в виду Я имею в виду Музыкального слуха Ой, да ладно Кого это сейчас интересует Сейчас компьютерами Всё это равняется Я ж знаю Давай, садись Садись, давай Записывай Угу Ну хорошо Я сейчас Давай, давай Сделаю дорожку Братан Не отвлекайся Я всё сам сделаю Что делаете? Дорожку Или ты дунуть хотел? Нет Я это Не употребляю Ну я надеюсь Ты хотя бы гей? В смысле? Нет То есть Ты не гей Не употребляешь Ты вообще из шоу-бизнеса? Алло Представьте себе Странный какой-то Лёлечка Вот вам микрофон Будете в него петь Обычно он два раза меньше В нуля Давай без подробностей Ещё в два Максимум полтора Готовы? Так Работаем Лёля Извините Пожалуйста Поём Лёлечка Поём Давай на украинскую фразу Дуре мы Фасиль О, давай фасиль Вообще на бабы заменим Давай Дуре мы бабы 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 Стоп, стоп Компьютер завис Ну так развисни его Давай Дуре мы бабы Дуре мы бабы Я не могу Ну что я могу сделать Ну техника даже Не выдерживает Блин, ты чё Ну не понимаешь, что ли Сегодня у нас должна быть Записана песня Завтра съёмка клипа Послезавтра Премьера песни в сауне Фум мой приезжает Из Днепра Ты вообще понимаешь Кто это Ну что я могу сделать Ну хотите Пристрелите меня Хочу О, Кумчик, здорово Как, уже прилетел? А я думал, что ты Ну не вопрос Встретим сейчас Давай езжай в сауну Сейчас мы там Дана, Лёля будет петь Для тебя вживую Прикинь Всё, давай Я прошу прощения Лёля вживую А что, думаешь Не потянет? Ну как бы Ну ладно Тогда так Поехали Платье оденешь в машине Если кум мой Будет сильно приставать Ну ты подыграй мне Как-нибудь А я тебе добавлю потом Поехали 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 Поехали